Привет, дорогие друзья! Сегодня будет аудиоподкаст номер 4. Кто не слушал первые три, welcome на канал, будет где-нибудь здесь всплывашечка, обязательно посмотрите. Сегодня я буду отговаривать вас ехать в Канаду. Я буду доказывать вам, что поехать в Канаду нереально, что это невозможно и у вас это не получится. Почему я решил так сделать? Потому что многие из вас говорят о том, что да Вань, да ты там приукрашиваешь вообще это все очень сложно и тому подобное. И я решил встать в сторону таких людей. Давайте мы сегодня попробуем вам доказать, что уехать в Канаду нереально. Ну, начнем с основного. Первое. Английский язык. Да, дорогие друзья, английский язык по иммиграционным программам сдавать придется. И я прекрасно понимаю, что у 99% моих подписчиков в первую очередь нет желания его учить, а во вторую очередь нет денег на сдачу языкового теста IELTS. Ну, а также, также, знания английского языка большинства моих подписчиков на сегодняшний день оставляют желать лучшего. Сейчас кто-то сможет мне возразить и сказать, Вань, ну есть же программы иммиграции, в которых требования к английскому языку слабенькие. Ну, может быть, на них ориентироваться? Нет, дорогой мой подписчик, ты не будешь на них ориентироваться. Почему? Потому что там маленькие квоты, там очень сложно, там нужно искать жоп-офер, там нужен опыт работы на территории Канады. И это все, ну, нереально для тебя, мой дорогой подписчик. Это первое. Второй момент. Дорогой мой подписчик, ты не уедешь в Канаду, потому что это очень дорого. Да, тебе придется купить билеты на переезд, никто не будет за тебя оплачивать тебе никакие билеты. Тебе придется в большинстве случаев взять с собой пресловутый proof of funds, то есть определенную сумму денег, которой у тебя, скорее всего, мой дорогой подписчик, нет. Кто-то может мне сейчас возразить и сказать, Вань, но если ехать по Canadian Experience Class программе, то proof of funds не нужен. Если ты уже на территории Канады работаешь, то proof of funds тебе тоже, скорее всего, не понадобится. Тут я постараюсь тебе тоже ответить, парировать, так сказать. Так ты еще найди работу в Канаде. У тебя не получится найти работу в Канаде. А сейчас мы переходим плавно к основной теме. Это работа в Канаде. Дорогой мой подписчик, у тебя не получится найти работу на территории Канады. Почему? Потому что это сложно, дорого. Канадец, не каждый захочет брать тебя на работу, ждать тебя из-за рубежа. Зачем ему нужен человек, который плохо знает английский язык и тому подобное. Зачем? Можно проще взять какого-нибудь канадца себе на работу и не заморачиваться по этому поводу. Сейчас ты мне тоже можешь парировать и сказать, Вань, ну подожди, ну, допустим, даже ты показываешь, что вот некоторые твои подписчики нашли работу. Ребят, это единицы. 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 И вряд ли у вас это получится сделать. Вам нужно доказать канадскому работодателю, что вы нужны. И, скорее всего, у вас не получится этого сделать. Потому что, ну, а на кой черт ему этим заниматься? Зачем ему нужны мои подписчики? Он найдет себе какого-нибудь канадца, в крайнем случае человека, который поехал в Канаду, уже находится в статусе в каком-то. Но это не ты. Это не ты, мой дорогой подписчик. Скорее всего, у тебя ничего не получится. Почему? Да потому что, ну, надо заморачиваться. Нужно искать работу. Нужно тратить свое время. А на это все действительно уходит многие-многие годы иногда даже. Потому что, вот банально, у меня сейчас подписчик нашел работу, он искал полтора года. Кто за полтора года не опустит руки? Да почти все опустят, забьют и скажут, да ну нахер эту Канаду, не буду я этим заниматься. Тем более, еще язык надо учить, ой, господи, еще на английском интервью проходите или на французском. Да это же почти нереально для большинства моих подписчиков. Так что, дорогой мой друг, у тебя не получится. Кто-то скажет, Вань, ну можно же поехать там по студенческой визе. Нет, у тебя не получится, дорогой подписчик, поехать по студенческой визе. Тебе надо сдать академик IELTS. Это еще сложнее, чем General IELTS. Тебе нужно много денег, много, реально очень много денег. А ты, мой дорогой подписчик, не имеешь таких средств, скорее всего. Кто-то может сказать, что возможно поехать в Канаду в рамках какой-нибудь пилотной программы и посмотреть, там получится ли что-то найти или нет. То есть, может быть, там Атлантическая программа. Атлантическая программа закрыта, откроется она в середине следующего года, и непонятно, какие требования по ней будут. Квоты, друзья, по всем почти иммиграционным программам нужны квоты. Смотрим квоты и понимаем, что квоты там маленькие, маленькие, ну, 3,5 тысячи в год, ну, 2,5, 3, 4, 5, неважно. Есть же, как вы говорите, всякие чуваки, у которых английский язык как основной, ну, например, из Индии, либо китайцы, у которых очень много денег. Многие мои подписчики, я соглашусь с ними, сваливают на то, что в Канаду едут только китайцы и ребята из Индии, потому что им проще, легче. А вот человек из СНГ привезти в Канаду, ну, это невозможно. Сейчас ты парируешь и скажешь, мой дорогой друг, хорошо, Вань, ну, ты же делаешь интервью с подписчиками. Да, я делаю. Но, опять же, повторюсь, это единицы, у тебя не получится. У тебя не получится, потому что надо этим заниматься. И не каждый это сможет сделать. И я понимаю прекрасно. Я вообще иногда не понимаю, зачем вы ведете, смотрите этот канал. Фактически, это какой-то канал, который даст вам небольшую надежду, но это максимум. А я на этом всем спекулирую. Да, действительно спекулирую. Нашел программу, рассказал о программе, и вот подписчик мой на какое-то время получает, так сказать, долю мотивации и начинает что-то делать. Потом у него опять опускаются руки, и он забивает. Я сейчас не говорю о всех, я говорю сейчас о большинстве, к сожалению. Так что, дорогой мой друг, не думай-то о этой Канаде. Да и посмотри, что там происходит. Там вообще один дурдом. Принцент эти все непонятные. Там, смотрите, бомжи на улицах ходят. Ну, представляете, бомжи. Бомжи в Канаде, представляете, по улицам ходят. Наркотики легализованы. Господи, марихуана легализована. Не дай бог твой ребенок пойдет в школу, его там научат плохим вещам, таким как курить наркотики. Представляешь, как это плохо? Не-не-не, лучше этого не делать. Лучше оставаться дома и не париться по этому поводу. Мое субъективное мнение, все, что я сейчас несу, это чушь собачья, если честно. Ну, ладно, мы сейчас не об этом. Дорогие мои друзья, также вы можете спросить, Вань, ну раз ты такой умный и красивый, хрен ли ты сейчас не в Канаде? Это все очень просто. Я, когда захочу, поеду. Вот. А если вы захотите, вы тоже, в принципе, наверное, сможете поехать. Но, опять же, блин, вот видите, я же вроде старался ролик о том, что вы не уедете в Канаду, и я все равно пытаюсь вам доказать обратное. Давайте мы еще раз повторим. Иммиграция в Канаду – это сложно, дорого, и никому из вас не нужно. Еще раз. Перспективы переезда, они туманны для большинства моих подписчиков. А я просто хайпю на теме. И все. Все, все, вот правда. И не только я. Все так делают. Все, все, все блогеры вот именно хайпят на теме. Вот просто вот они вам рассказывают про миграционные программы, которые вы самостоятельно можете прочитать на официальном сайте правительства Канады. Вообще меня это очень сильно удивляет. Ну действительно, на кой черт мы, блогеры, нужны? Ладно, не буду за всех, буду говорить за себя. На кой черт я вам нужен, если вся информация в открытых источниках, свободных, есть? Зачем? Не понимаю. Новости вам рассказывают? Да, ну это да. Ну новости в интернете гуглиться на раз-два, здесь ничего сложного нет. Дорогие мои друзья, иногда вот, почитав все это, комментарии, пообщавшись с людьми, которые конкретно так думают, как я сейчас говорю, у меня действительно самого опускаются руки. Я прекрасно начинаю понимать, что большинству это нафиг не нужно. Мой контент в большей степени, наверное, уже сейчас смотрят просто из-за того, что, ну, я там угораю, там, прикалываюсь и шучу. Да, иммиграция возможна, но она сложна, она дорога. И знаете, давайте вот подумаем. Ну вот у вас все получилось, вы приехали в Канаду, все отлично. Кто вам гарантирует, что вы будете зарабатывать больше, чем зарабатывали дома? Кто будет гарантировать, что у вас успешная будет жизнь? Многие люди приезжают в Канаду, сидят там какое-то время, а потом уезжают, потому что им что-то не нравится, им что-то не устраивает и тому подобное. И я знаю такие примеры. То есть, ребят, во-первых, в первую очередь, мы должны понять, что иммиграция в Канаду – это сложно, действительно сложно, да. Ну, это возможно, но это сложно. Во-вторых, надо ехать в Канаду без сраных розовых очков, потому что, когда ты слышишь из каждого утюга, что в Канаде идеальное место рай на земле, а приезжая туда, ты понимаешь, что это тоже какая-то обычная страна, у которой тоже есть свои проблемы, может быть немножко неприятно с точки зрения, ну, наверное, даже банальной психики вашей. Дорогие мои друзья, я вам скажу так. Так, я хочу через какое-то время немножко, наверное, разбавлять контент, потому что, постоянно говоря просто об одной миграции в Канаду, ну, у меня, честно, у самого уже начинает ехать кукуха, да, то есть, с одной стороны, я вижу, действительно, там, ну, программа более-менее адекватная. Ну, адекватная. Я не рассказываю, говорю, вот смотрите, есть такой вариант, в принципе, ну, на мой взгляд, несложный. И у меня 50 комментариев под роликом от людей, которые, да, это дорого, у меня 2000 долларов нет, у меня английский сдать, да, это нереально, это да и т.п. И я реально начинаю смотреть на ситуацию с другой стороны. Я прекрасно понимаю таких людей, но я такой, блин, ну, возможно же это сделать, почему бы не попробовать? А мне такие 100-500 отговорок и 100-500 вариантов, почему этого делать не надо? Некоторые люди даже меня поражают, говорят, ну, смотри, вот он поехал работать сварщиком, а в России он работал ведущим сварщиком. Ну, вот смотрите, он был ведущий, а там сейчас обычный какой-то сраный сварщик. Все, он там стал хуже, он менее уважаемый и тому подобное. Такие вещи мне тоже говорят. Так что, если вы хотите, чтобы у вас в должности была приставочка «ведущий специалист», «ведущий сварщик», то не гарантируется это, что это будет у вас конкретно в тот момент, когда вы приедете в Канаду. Возможно, через какое-то время у вас все получится, а возможно и нет. И вы не соло нахлебавшись вернетесь к себе домой. Дорогие мои друзья, ролик был в формате «Все вокруг жопы, херня, мир, тлен, жизнь, боль». На сегодня все. Ставим лайки, подписываемся на канал. Это первый аудиоподкаст, когда я пытаюсь вам доказать, что уехать в Канаду практически нереально для большинства моих подписчиков. Всего хорошего или всего плохого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!